В средней школе номер 33, где получают знания порядка 1140 детей, вопросу питания внимания уделяется не меньше, чем образованию. И это вполне обоснованно, ведь если учащийся томится от голода, грызть гранит науки он будет не в силах. А потому все условия для правильного, сытного и вкусного обеда здесь созданы. Ребята должны концентрироваться на учебном процессе, а не думать о том, как бы сбегать им на перемене и купить что-нибудь покушать. И, конечно, такой качественно организованный процесс питания в соответствии с режимом, санитарными нормами, он позволяет повысить успеваемость учащихся. Это, в принципе, мы сейчас уже видим довольно хорошие результаты. Безусловно, здесь стоит огромный большой труд команды работников столовой, потому что это не просто приготовить. У нас на одной перемене питается около 200 учащихся. Это еще и накрыть на стол, это и убрать со стола, и помыть посуду. Поэтому только в большой, хорошей, сплощенной команде можно организовать качественное питание ребят. Как отмечает сам директор, такого высокого уровня организации питания можно достичь лишь при условии профессиональной команды поваров. И именно такие у них работают. Гордость коллектива, заведующая производством Ирина Пришутова, которая работает здесь с первого дня открытия школы. Но, несмотря на выслугу лет, до сих пор горит своим любимым делом. Я в нашей школе работаю 33-й год с момента основания. За эти годы очень многое поменялось. Я могу сказать, что за последние годы, вот прошлый год, в этом году, у нас практикуется пилотный проект. И у нас все время меняются блюда для изучения вкусовых предпочтений детей. Поэтому много блюд новых. И приходится поварам, да, сначала мне читать, потом приходится поварам читать. Потому что, как бы, много блюд, таких вот, как филиптица с ананасами, картофель нефри, картофель золотые дольки. И сейчас очень вкусные у нас компоты вишенька, клубничный аромат. Сегодня компоты с кураги и сухофруктов, скажем, вот так. Потом и очень вкусные даже, значит, детки наши не очень же, как бы, любят рыбу, скажем так, в основном. Мы, наш комбинатор разработал такие блюда, как наггетцы рыбные, да, которые там, они панируются и в сухарях, и в муке, и в яйце, очень вкусненькие, чтобы детки кушали рыбку. Формула новой системы питания проста. Для начала изучили, что любят школьники, а затем умножили это на то, что полезно и питательно. Вышел идеально сбалансированный, а главное, очень вкусный обед. Мне всегда очень нравилось питание в школе нашей. И я всегда питалась, то есть все 10 лет, как я сюда хожу, я всегда питалась. Меню очень у нас разнообразное, мне это очень нравится. Еда, конечно, вкусная, нам очень вкусно готовят. И еда всегда тепленькая, всегда дают что-то, еще там, какой-нибудь сырочек, яблочко. То есть мне очень, как бы, нравится, я всегда питаюсь. Мне нравится наше столовое, кормят вкусно, еда горячая, порции большие. Каждый день разная еда. Персонал очень добрый и дружелюбный. Порции хорошие, нормальные, всегда готовят очень вкусно. Но меня за все годы, что я учусь в этой школе, все устраивало всегда. Но, конечно, не будем отрицать, что среди тех, кого всегда все устраивало, были и остаются те, кто ест далеко не все или кому не все нравится. Педагоги не заставляют доедать до последней крошки, а только напоминают, что у привередливых гурманов есть возможность купить что-то на свой вкус и кошелек в буфете. Такой возможностью пользуются учащиеся средней школы номер 27. Практически все дети питаются. Те, кто не питается одноразово, двуразово или трехразово, они питаются через буфет. Потому что в буфете тоже есть перечень продукции, которые можно взять и салаты, и бутерброды, и кое-какая горячая продукция. Также они могут прийти купить, сесть и покушать здесь в школе. Поэтому созданы все условия для того, чтобы дети питались правильно. Еще в прошлом году здесь перешли на новый принцип питания, и оно пришлось по вкусу учащимся. А именно этого и добивалась администрация школы, чтобы каждому было вкусно и сытно, а следовательно, чтобы учебный материал усваивался легко и быстро. Цель перехода – это создание условий для правильного, сбалансированного питания у учащихся, с учетом предпочтения законных представителей и самих учащихся. Для того, чтобы организовать питание по новым принципам, мы пытались каждый месяц проводить анкетирование, изучали потребность детей в тех или иных блюдах. В случаях, когда ребятам не нравилось то или иное блюдо, мы обращались в комбинат общественного питания, который организует питание в нашей школе, с целью заменить данное блюдо на какое-нибудь другое, и давали перечень блюд, которые бы ребята хотели въедеть в меню. За прошлый учебный год было заменено 53 блюда, несколько раз менялось двухнедельное меню, потому что организация питания ведется по двухнедельному меню. В этом учебном году мы продолжим организацию питания по новым принципам. У нас созданы все условия для этого, ребятам очень нравится. Подтверждают такую высокую оценку и цифры статистики. Из тысячи семи учащихся в школе три раза питаются 100 ребят, два раза – 107, и 800 человек кушают один раз. И если произвести несложный математический подсчет, то окажется, что 100% школьников получают вкусное и полезное питание, а положительные отзывы детей это подтверждают. Все очень вкусно. Что больше всего нравится? Есть что-нибудь любимое? Плов. Три чистых блюда, которые ты любишь? Отбивные и вообще все. Я в столовой кушаю много и все съедаю всегда. Я люблю есть рут. А еще что любишь? Ну, не знаю, все люблю. Я люблю фрукты. Они тут очень вкусные и все вкусно очень сильно.